Игровое шоу «Наобум» представляет частный детский сад «Дошкольная академия». Здравствуйте! Довольно часто встречаются слова, которые образованы от имен или фамилий знаменитых людей. Например, «оливье», «силуэт», вот и слово «ватман» появилось в честь английского бумажного фабриканта Джеймса Батмана, который в 18 веке изобрел способ получения высококачественной бумаги. Ну а меня зовут Михаил Морозов, и я готов начать шоу о русском языке «Наобум». В шоу «Наобум» принимают участие самые смелые и начитанные люди, которые не боятся проявить свой словарный запас перед телезрителями. Сегодня у нас исключительно начитанные люди, потому что это педагоги, представители сразу нескольких дошкольных организаций. Это частного детского сада «Дошкольная академия» и Центр развития ребенка «Светлячок». Встречу с ними мы приурочили к приближающемуся дню дошкольного работника. Давайте знакомиться. Начинаем со Светланы. Я руководитель детской академии «Светлячок», учитель начальных классов. Очень люблю свою работу, ну и, конечно же, своих любимых двоих сыновей. Меня зовут Михаил. Работаю в детской академии «Светлячок» администратором. Мои увлечения – это кино, спорт, хороший отдых, веселая компания и, конечно же, дети. У меня тоже двое детей, как и у Светланы, потому что мы с ней мужем. Вот, здорово. Семья играет сегодня с нами, в том числе. Прошу. Меня зовут Наталья. Я заведующая Центра развития детей дошкольной академии. Почему я работаю в детском саду? Да потому что люблю очень детей. В том числе я считаю правильным выражением, что если хочешь увидеть радугу, то можно переждать дождь. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я работаю в дошкольной академии логопедом. Очень люблю своих деток и очень рада, что они всегда улыбаются и смеются. А в свободное время провожу со своими любимыми родными, с семьей. Очень люблю гулять и смотреть фильмы. Меня зовут Людмила. Я учредитель Центра развития дошкольной академии и детской академии «Светлячок». Все идеи, которые мне в голову приходят, Господь Бог мне посылает людей, которые готовы это воплощать в жизнь. Я, по сути, стартапер. И мне очень важно, кто рядом со мной. Поэтому все эти люди здесь. И у нас очень много грандиозных событий еще впереди, я надеюсь. Ну и по совместительству я еще мама двоих сыновей. Одному 24 года, другому 11 лет. Меня зовут Марина. Здравствуйте. Я работаю в дошкольной академии, потому что я люблю детей. Я учу детей английскому языку. Я люблю путешествовать. Считаю, что человек должен заниматься тем делом, которым может заниматься бесплатно. И я нашла себя. Супер. Ну, сегодня английский язык, наверное, немножко забудем, потому что нам больше пригодится русский язык. Почему? Почему? А вдруг заимствованные слова? А, возможно, заимствованные слова. Их использовать, кстати, можно. Давайте, раз уж и заговорили о правилах, я расскажу вам вот об этом предмете. Это наша бомба. Знакомьтесь. Знакомьтесь. Это бомба. Мы ее заводим, передаем первому участнику. И я загадываю слог, на который вам нужно будет вспоминать и говорить слова. Это нужно делать максимально быстро, потому что соперники не дремлют. Они тоже придумывают слова. И, внимание, в определенный момент бомба останавливается. В чьих руках она окажется последней, к сожалению, покидает наше шоу. Ну, а в финале нас ждет очень классный подарок. Это планшетный компьютер. Поэтому соберитесь. Правила понятны? Понятны. Тогда давайте сделаем следующее. Все ручки сюда. Итак. Все давайте. Готовы к игре? Раз, два, три. Поехали. Ну что, первый раунд и первый слог. Хо. Хор. Начали. Ход. Ход. Холод. Хохот. Хор. Хор был. Хор был, я сказал. Хор вы сказали. Хохлома. Хохлома. Хозяйство. Хор. Хобот. Холодильник. Отлично. Ходунки. Из детства. Ходунки. Ходьба. Да. Хохма. Отлично. Хом. Хозяин. Хохол. Да. Ну, давай. Хомячок. Холодец. Класс. Холодильник холодец. Хозяин. Хозяйство было. Что я сказала. Точно. Я говорила. Да. Ходьба. Ход техника. Хол. Хорошо. Это нехорошо. Хорошист. Хорошист. Худок. Худой. Ходой. Хо. Худок. Хлок. Ходок. Худок. Последние секунды. Ну, ну. Ходули. 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 Хоспис. Хоспиталь. Хоспиталь. Очень, конечно, обидно, но, с другой стороны, эмоции те, которые были там за столом, сейчас вспоминаю. Страшно. Ничего не помню. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы наобум. Продолжаем пополнять свой лексикон новыми словами. Попробуйте угадать, что означает слово «алармист». Алармист – это музыкант, играющий на африканском народном инструменте, или алармист – это человек, склонный к панике, распространяющий непроверенные слухи, вызывающие тревожные настроения. Победил тот, кто выбрал второй вариант. Слово «алармист» пришло к нам из французского языка, где «аларм» – это тревога. Ну, я хочу обратить внимание наших телезрителей на необычное название вашего детского сада, точнее, на необычное сочетание двух слов «дошкольная академия». Казалось бы, «академия» и «дошкольная». Вот сколько лет вашим самым юным академикам? Полтора года. Всего лишь год и пять месяцев? Да, год пять, год шесть. Их не очень много, в основном мы принимаем с года и восьми. Не рановато в этом возрасте учить? Не рановато, они учатся учиться в коллективе, и поэтому, я думаю, очень быстро начинают говорить. Чем вообще занимаются в «дошкольной академии», как развивают, чему учат? Смысл какой? То, что утром в семь утра приводят детеныша, в восемь вечера забирают, тринадцать часов ребенок в садике, и максимально все, что можно, от обучения, подготовки к школе, до танцев английскому, шахматам и так далее, все внутри. Они на самом деле академики. Вот был вопрос родителей, по этому опросу мы определяем, что их дети хотят. Очень часто детские сады сами предлагают. А мы идем на то, что родители, а какой спрос у родителей? Если нужно филиппинское оригами, мы найдем такого специалиста с филиппинским оригами у нас в Чебоксане. Действительно есть филиппинское оригами? Одна мама меня спросила, я думаю, наверное, есть. Придется найти, мне кажется, человека, который станет ненадолго филиппинцем и будет делать оригами. Почему бы нет? Можно буду я? Хорошо. Это новый творческий вызов для нас. Ну что, теперь новый творческий вызов для вас будет, потому что мы переходим к раунду номер два, и наше задание немного меняется. Если до этого был слог из двух букв, то сейчас слог из трех букв. Но по-прежнему в начале слова. И этот слог кап. Капля. Начали! Капюшон. Каппа. Капуста. Капка. Капитал. Капитал. Капитолий. Отлично. Капка. Премонт. Каприз. Каприз. Капитан. Был. Был. Капрон. Капустница. Палочка. Капрон. Капилка. Капрон был, капрон был, капрон был. Капилка. Нет, 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 копилка не считается. Не смог. Бух. Бух. К сожалению, сегодня у меня не получилось. А так мы каждый вечер со своим старшим сыном тренируемся и играем в слова. Думал, что у меня словарный запас большой, но, к сожалению, сегодня оказалось немножко поменьше. Поэтому все надежды на мою супругу Светлану. Надеюсь, что она возьмет главный приз. Как известно, в Чувашии наблюдается бэби-бум. Поэтому сегодня я хочу поговорить об ударении в слове «роженица». В справочнике Розенталя указано, что ударение в нем колеблется. Равноправные варианты «роженица» и «роженица». Но ни в коем случае не «роженица». Запоминаем это правило с помощью веселого стихотворения. «Что же он на мне не женится?» Изумлялась «роженица». Продолжаем тему бэби-бума. Сейчас в каждом, пожалуй, в каждом микрорайоне открывается частный детский сад или детский центр. И действительно, конкуренция большая. Но почему родители ведут свое сокровище именно к вам? Что скажем, например, в центре светлячок уникального, достойного? Мы принимаем ребят, начиная с 7 месяцев. То есть ребята приходят вместе с мамами, естественно. Работают, конечно, честно сознаемся в этот период больше мамы, нежели дети. Но в любом случае даже такое тесное общение и направленное на какой-то определенный вид деятельности, в любом случае ребенку будет плюсом. Вот для самых маленьких вы пришли к нам в 7 месяцев. Мы с вами позанимались. А уже начиная с полутора лет вы можете приводить к нам вашего ребенка и оставлять его на 3 часа уже без мамы, без няни, без никого. С ним будут заниматься замечательные воспитатели, которые все, что ребенок ясельного возраста должен получить в детском саду и не получает, он получит у нас. То есть он развивается физически, интеллектуально, играет, растет вместе с нами. Потом плавненько, начиная с 3 лет, мы его начинаем уже развивать направленно именно в русле интеллекта, так скажем. Готовить к школе. Готовить к школе. Ну, конечно, в 3 года еще рано говорить, что прямо именно к школе. Но мы его развиваем. А вот уже с 5 лет мы готовим его целенаправленно к школе. Также у нас очень много кружков. У нас есть эстрадные танцы, у нас есть замечательные танцы, это уличный, там хип-хоп, вот это стояние на головах всевозможное, очень интересно. Очень много. У нас сейчас популярность и у девочек у маленьких. Есть изо-студия, есть вокальная студия. Если, например, ваш ребенок, ну вот, некомфортный ему в музыкальной школе, да, где дается такое академическое, так скажем, музыкальное образование. У нас есть фортепиано, пожалуйста, приходите, учитесь. То есть с вашим ребенком индивидуальный педагог занимается, обучает его именно игре на инструменте. Есть гитара. Сейчас еще у нас появилось такое направление, как саксофон. Шахматы. Вот это у нас прям очень большой популярностью пользуются. Родители с удовольствием детей ведут. И ребята, главное, в это так втягиваются. Ну, наверное, тоже все зависит, как всегда, от людей, от педагогов. Единственное, что с 5 лет шахматы получается. А вот до этого курс, вообще ни один шахматист, кто работает с детьми, он не берет ребенка, если он не прошел курс логических игр. А логические игры это можно, в общем-то, из двух, из трех, из четырех лет. И после этого вот детки готовы как раз к шахматам. Я знаю, что есть особенная комната. Как в Хогварде есть тайная волшебная комната. И у вас есть такая комната. У нас есть такая комната, комната лего-конструирования. Такой действительно больше нет у нас в городе еще. Лего-конструирование работает вот в разных направлениях. Можно привезти также своего ребенка и оставить не просто в лазилках, да, там в игровой комнате, а оставить его в комнате лего, где ребенок может показать пальчиком, как в библиотеке, на понравившуюся книжку. У нас он показывает на понравившийся лего-набор, мы ему достаем, и он может сидеть, заниматься, собирать, может придумывать, да, может собирать по инструкции. Это уже зависит от того тоже, насколько ребенок этим увлечен, каков ему опыт. То есть развиваете моторику и воспитываете будущих конструкторов и строителей, я так понимаю, заодно. Ну, сейчас еще с сентября мы запускаем именно кружок лего-конструирования, то есть будет преподаватель, который будет с этими ребятами уже заниматься, их обучать. Не просто вот собирать, как мы детям купили, да, набор, и ребенок открывает, сам сидит, ковыряется. А именно учит уже, ну, так скажем, творческое мышление такое инженерное, то есть они изобретают, они соединяют что-то там, как у них это называется сейчас модно, миксуют эти наборы. Еще что открываем, театральная студия, к нам пришел великолепный педагог, который приехал из Питера, да, и она будет вести театральную студию, потому что по образованию этот человек сценарист детских спектаклей, и поэтому она готова несколько групп разного возраста. Причем с трех лет. Да, с трех лет. В том числе, адрес в музыке. Да, кстати. Это что, очень важно. По поводу английского тоже, расскажи. Как у нас занятия проходят? Я считаю, что наш девиз «учиться никогда не рано», да, и я вот свою дочь обучала английскому уже с года, считаю, что можно обучать ребенка английскому языку уже с шести месяцев. Ну, Марина Юрьевна, она немножко у нас стесняется, скажем так, говорить о себе хорошие слова, но она великолепный педагог, потому что она с детками всегда разговаривает на английском языке. Когда вы приходите к ней на занятия, она говорит только по-английски. И у нас ребята в детском саду подходят уже некоторые, а ты русский язык знаешь? Да. То есть они не понимают, что она может знать русский язык. Притом интересно, вот есть какой-то уровень усвоения вот этих знаний, что получается вот в четыре года они, может быть, что-то сказать не могут, но когда Марина говорит им по-английски, они отвечают четко, понятно, отвечают по-русски в попад, вы знаете, вот это высший пилотаж. А давайте проверим, Марина на самом деле знает ли русский язык или нет. Давайте я предлагаю перейти к следующему раунду. Это уже будет раунд номер три. Нет, начнем мы по-прежнему с этой стороны. И у нас меняется немного задание. Если раньше у нас был слог исключительно в начале, то сейчас он перемещается в середину слова. Слог ел, мебель. Начали. Тарелка. Тарелка. Это самый сложный раунд. Это самый сложный слог. Капель. Капель. Прелесть. Телевизор. Телефон. Да. Постель. Дрель. Велосипед. Ну, когда вы успеваете думать. Итак. Зелень. Телевизор. Зелень. Телевизор был, телевизор был. Телеведущий. Да, телеведущий. Трель. Веленка. Белка. Угу. Так, так, так. Белуга. Отлично. Трелка. Селедка. Грелка. Хе-хе-хе. Рифмуем. Рельсы. Рельсы. Поделка. Белена. Белена. Рельсы. Хе-хе-хе. Деликатес. Так. Это так. В середине ел. Пчела. Да. Веселье. Белек. Это детеныш тюленя. О, вот это да. Улей. Бел. Бел. У-у-у. Улей нет. Телень. Кост. Белка. Трель. Была. Была, была, была. Была, была, была. Велоспорт. Угу. Как много слов оказывается, а вы говорили. Тельмоша. Телена. Была. Ну ладно, я вас покидаю. Вылетела, вылетела, значит так должно быть. Я футалист, так должно быть. Молодым везде у нас дорога. Пусть дальше играют. Единственное, только вот не успела сказать о планах, конечно. Мы учредили благотворительный фонд для детей с ограниченными возможностями. Называется «Помоги другу». Это будет работа по трем направлениям. Первое – это когда детеныша можно оставить, привезти и часа на три, как группа кратковременного пребывания, точно так же, как в детском саду. А сами родители, вы понимаете, это колоссальный труд, могут пойти и отдохнуть, в кино элементарно сходить. Второе – это семейное обучение, потому что такие дети прикреплены к школам, а в школах часто просто не до них, поэтому можно обучать по скайпу, дистанционно, а экзамены будут сдавать в своих школах. И третье – это ранняя диагностика. Сейчас, в общем-то, ведутся вот у нас переговоры с нашими меценатами, скажем так, которые нам готовы помочь. Я думаю, что вот это вот сейчас для нас первостепенно, и для коллектива моего, и для меня лично. Приходите, помогайте, мы будем рады с вами сотрудничать. Все слышали фразеологизм «У него за душой ничего нет». А где это за душой? В старину считалось, что душа человека помещалась в углублении, которое находится между ключицами, в этой ямочке на шее. В этом углублении часто прятали деньги, чтобы при нужном случае можно было их быстро и безопасно достать. Но так как у бедных людей денег не было, то и прятать было нечего. Поэтому и говорят, что у бедняка за душой ничего нет. Ну что, девушки, у нас полуфинал, и прежде чем приступить к полуфинальному раунду, давайте немного пообщаемся. Во-первых, я хочу сейчас от каждой из вас услышать по одному эпитету. Профессия дошкольного работника, она какая? Ну, например, тяжелая или еще какая-то? У нас работа очень творческая. Работа очень интересная, в том числе, да, и творческая. И хотелось бы сказать, что из нашего детского сада дети уходить домой даже в 8 часов вечера не хотят. Поскольку у нас есть в детском саду охранник, они в последнюю инстанцию выбирают его и говорят, может, мы здесь с этим дядей останемся? Но поскольку дядя тоже уходит домой спать, то, конечно, детки очень не хотят уходить домой с родителями. Слушайте, ну раз уж мы действительно начали истории рассказывать, в том числе и такие трогательные, может быть, есть еще какие-то истории, связанные с детьми? Да я даже уверен, что они есть, и их достаточно много. Истории не обязательно трогательные, может быть, забавные, смешные. Да, вот именно забавные, я хотела выбрать как раз этот забавный. Занимаясь английским языком с малышами, от них сразу же, как правило, не дождешься ответной такой реакции, быстрой, и они потом уже выдают родителям дома или там, например, в группе воспитателей. И вот однажды мне рассказывает Екатерина Владимировна, что Леша во сне во время тихого часа, значит, он пел песенку на английском языке. Во сне. Hello, how are you? Hello, how are you? Ну что, немножко разрядились, немножко успокоились, а теперь снова к игре. И в полуфинальном раунде наш слог перемещается в конец слова. Мы выбрали достаточно легкий по вашему заказу слог. Это слог ОС, КОСМОС. Поехали. Синокос. Угу. Так. Абрикос. Это легкий абрикос. Откос. Откос. Перекос. Угу. Перенос. Перенос. Бомбы. Занос. Угу. Кокос. Супер. Вот медонос. Медонос. Кокос. А, конечно. Насос. Так. Можно помогать, если есть слова в запасе. Не жалейте, не жалейте. Поддерживайте. Ну. Подсказывают же. Нет, нет. Последние секунды и... Волос. Ну волос же. Волос. Я почувствовала даже не страх, так скажем. Наверное, просто облегчение, что все закончилось. И прекрасно понимала, что в какой-то момент это произойдет. Вот и все. Но получила очень хороший заряд энергии. И хочу сказать, что это хорошая зарядка для ума. За кадром, кажется, получится все. А на самом деле концентрация внимания за столом, эмоции переполняют настолько, что ты теряешься. И порой не можешь сразу сконцентрироваться и сказать то, что ты хотела сказать. Класть яблоко в тарелку или его ложить? Мне было сложно произнести второй вариант, но, к сожалению, так говорят многие. Запоминайте, слово «класть» правильное, а слова «ложить» в русском языке нет вообще. Есть слово «положить». Употреблять его можно только в прошедшем или будущем времени. Положила, положу. Приведу несколько примеров. «Я всегда кладу вещи на место» или «Я забыла, куда положила ключи». Будьте внимательны и говорите правильно. Итак, у нас впереди финальный раунд. И наши финалистки Марина и Светлана белая и черная. И как будто прямо специально мы так подыграли. На самом деле все так получилось по наитию, что называется. Но прежде чем мы приступим к финальному раунду, давайте поговорим о будущем. В будущем хотите выиграть игру? Хотите выиграть шоу? Ну чего, пришли. Играть мы будем. То есть ждем жаркой борьбы. Но пока давайте переведем дух, давайте пообщаемся, поскольку уже речь дошла о будущем, о будущем ваших центров. Что ожидается? Что планируете? Мы в этом году впервые, опять-таки, по требованию и пожеланию родителей, открыли частные классы. Угу. Расскажите о них. Которые, конечно, мы надеемся, перерастут в частную школу. Классы 1 и 5, они уже начали свою работу. Сейчас родители уже научились выбирать, они научились разбираться и в программах, и в педагогах, и, ну, массу вообще нюансов, которые они хотят учесть, отправляя ребенка в школу. И, конечно, хорошего родителя, как правило, не устраивает ситуация, когда в классе с его ребенком еще находится 40 одноклассников. Понятно, что при таком количестве учащихся качество, наверное... Ну, внимание рассеивается, мягко говоря. Ну, да, и ребятам тяжеловато, и, конечно, педагогу уже времени не хватает, наверное, на всех учеников. Так вот, специально, чтобы такую ситуацию как-то подправить, мы и открыли 1-й, 5-й класс. Ну, конечно же, надеемся, что с 1-го по 11-й класс уже буквально на следующий год мы тоже запустим. Хочется, чтобы вот ребята, как мы говорили, придя к нам в центр, либо в дошкольную академию, либо в Седлячок, придя в 7 месяцев, родители, чтобы были спокойны, что их ребенок занят, обучен, прям до 17 лет. Ну что, спасибо большое, спасибо вам за ответы, спасибо за рассказы. Я надеюсь, что вы действительно немного перевели дух, отдохнули, и сейчас у нас финал. Желайте друг другу удачи. Удачи. Вот она, дружба двух коллег. Итак, внимание, финальный раунд и финальное задание. Нам кажется, что оно самое легкое, потому что слог может находиться как в начале, так в середине, так и в конце слова. Полет фантазии, я надеюсь, ничем не ограничен. И этот слог мя, мята. Поехали. Мяч. Мяч. Память. Хомяк. Мясо. Мясо. Смятение. Мякоть. Мякоть. Сумятица. Угу. Вымя. Вот. Смятка. Племя. Вот это скорость. Память. Была, 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 была. Памятник. 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 Семя. Пламя. Семя. Пламя. Последние секунды, Марина. Премя. Премя. Мясорубка. О, мясорубка. Не сдавайтесь. Это была настоящая мясорубка какая-то просто. Молодец. Наверное, слова кончились просто. Вернее, не вспомнились слова нужные. Жить надо играючи. Вот такой вот вывод я сделал. Я и стараюсь так жить. Ну что, у нас есть победитель. Точнее, победительница. Это Светлана. Светлана, я вас поздравляю. Дайте я пожму вашу руку. Спасибо вам большое за игру. И, конечно же, примите в подарок вышеозвученный планшетный компьютер от Центра обучения развития «Харизма». И аплодисменты от меня. Спасибо за игру. «Харизма» – это интенсивное корпоративное обучение, тренинг успешных продаж, суперсервис, техники, общение с клиентами. Бизнес-тренер «Харизмы» разработает программу обучения под вашу сферу деятельности. Научите сотрудников общаться с клиентами и быть эффективными. Развивайтесь харизматично. Телефон 37-23-63. Сайт харизмацентр.рф Конечно, очень волновалась. Все время кажется, что у тебя запас слов там такой огромный, да, в багаже. А как дело касается того, что надо что-то сказать, конечно, они никак в кучу не собираются. Но я старалась. Багаж-то большой оказался в итоге. Водитель поставил задачу побеждать. Сказано, сделано. Спасибо. Вам было сложно? Или как это было? Вообще, мне было интересно и весело. Ну, а я, в свою очередь, еще раз призываю всех приходить к нам и играть в игру на «Бум». Звоните, приходите, играйте и, конечно же, выигрывайте. Примерно сто лет назад знаменитый писатель Михаил Шолохов сказал «Величайшее богатство народа – его язык». Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Эти слова всегда будут актуальны. Берегите родной язык. Это было шоу на «Вум». Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин